Приветствую вас. Давайте вначале немножечко по поводу ситуации в целом и потом по поводу того, как вы относитесь к ней. Значит, первое, это то, что ваша подруга, ну, вообще говоря, относится к вам довольно-таки потребительски. То есть она считает, что у вас много свободного времени, она считает, что вы ей должны. Она считает, что, ну, вообще-то, вообще говоря, вы обязаны что-то для них делать. И, ну, собственно, как я понял из текста вашего письма, вам совершенно не получается что-то просить у нее самостоятельно. То есть она как бы сама вообще ничего не делает особо. Она вот только просто у вас, как я понял, ну, вот, по вашему тексту сообщений. И при этом она явно не хочет нагружать своего мужа. При этом она явно не желает это делать, она не хочет пользоваться ее услугами. Наверное, потому что понимает, что муж, ну, скорее всего, ей откажет. Вот, определенно, мужчина, он не будет делать для нее, вот, ну, того, что она хочет. Для нее это очень, для нее это очевидно, в общем. Для нее это очевидно. Это первый момент. Второй момент. Это момент такой, что она, ваша подруга, по какой-то причине посчитала, по какой-то причине она считает, что имеет право за вас решать, как вам, ну, в свое время вообще использовать. Правильно это или нет, конечно, только вам решать. Но лично я думаю, что это, ну, как минимум, это неуважительное отношение к вам. Как минимум, это неправильное отношение к вам. Как минимум, это потребительское отношение к вам. И все это, вот, все это вместе, плюс ко всему, плюс ко всему, что ваша подруга, она, как бы, ну, вот, считает, что вы должны и что вы обязаны. А плюс ко всему, она, ну, никак вас не благодарит. То есть, вы не чувствуете, что, ну, как, намосите что-то. Вы не чувствуете, что получаете от нее какую-то отдачу и прочее. Все это вы не ощущаете. И вот теперь, теперь, давайте мы с вами подумаем так. Почему она обиделась? Что составило вашу подругу обижаться на вас? Надеюсь, сам по себе момент, вот, ну, момент ее обиды для вас хотя бы более-менее понятен. То есть, ее обиды связаны с тем, что она не получила от вас того, что хотела. Того, что, по ее мнению, вы должны. Так вот, только все в том, что вы не должны ничего есть на самом-то деле. Ну, не должны вы ей ничего. Друзья делают какие-то вещи не потому, что они должны, а потому, что они хотят. А ваша подруга просто вас использует. А ее обида говорит о том, что, скорее всего, скорее всего, кроме вас ее больше некого попросить. И вы для нее даже не так, не кроме вас ее больше некого попросить. А вы для нее единственный вариант, наиболее устраивающий ее. Понимаете? То есть, ей нравится то, что вы, то, как все это обстоит. Ей нравится. Ее это устраивает. И когда она обижается, она как бы показывает вам, что, ну, вот, собственно, мне вообще нет других вариантов. Ты отказала мне в том, что для меня вообще единственный вариант. Понимаете? Ваша подруга думает только о себе. Не о вас, а о себе. Теперь дальше. Вы пишите, что чувствуете огромную вину. У вас огромное чувство вины. Ну, давайте тогда вопрос поставим так. А со что у вас чувство вины? Вот почему вы виноваты? Вы как-то поступили в противоречие, вы вступили, точнее, в противоречие с собой. Вы как-то вступили в некий конфликт с собой. Вы сделали то, что шло в разрез с вашими, ну, принципами, с вашими, там, я не знаю, мыслями, с вашими идеями и прочее. Откуда у вас чувство вины? Понимаете, мужчина, вот муж ваш, который, как я понял, оплачивает бензин, на котором ездите вы, я не думаю, что в восторге от того, что ваш семейный бензин, ваши семейные средства на бензин тратятся на подругу. У которой, кстати говоря, есть свой муж, и она могла бы сама, в принципе, на свои семейные деньги ездить по этим всем магазинам. Ну, как вы думаете, ваш муж в восторге от того, что ему приходится оплачивать поездки не только ваши, но и ваши подруги? Я думаю, что нет. И тогда возникает вопрос, а откуда у вас чувство вины вообще? Вот откуда оно, это чувство вины? Чем оно вызвало? Вообще, обычно, обычно, вина происходит из того и тогда, когда человек несет ответственности за себя. То есть, смотрите, какая получается вещь. Вы переносите свою ответственность со своей семьи на семью или, точнее, на подругу. Хотя, по-хорошему, по-хорошему, вы несете ответственность в первую очередь за свою семью. Не за подругу, у которой есть своя семья и у которой есть кому позаботиться. Вы несете ответственность в первую очередь за себя и за свою семью. И вот именно от этого и нужно для начала исходить. Именно из этого нужно для начала исходить. Из того, что вы делаете для подруги только то, что не наносит ущерба вам и вашей семье. Простите, но когда вы используете бензин, купленный на ваши семейные деньги для подруги, вы вредите себе. И вот именно это делать как раз таки не нужно. Именно это и является тем моментом, который я обозначил как перенос ответственности. Ну, перенос вашей ответственности. Перенос вашей ответственности с себя, со своей семьей на подругу. То есть, когда вы, вот, встречаете такое предложение, мол, ты своди меня там куда-то, да. Вы представьте себе такую ситуацию, что вот эти средства, которые вы тратите на, там, я не знаю, подругу, на все моменты, которые вы проводите медленно с ней. Те средства бензин, которые вы тратите на ее нужды. Вы могли бы совершенно спокойно, совершенно легко потратить бы на себя, на что-то свое, понимаете, на связанное со своей семьей. А вы, получается, делаете это в ущерб, ну, себе и своей семье. Это неправильно, это нехорошо, это, вот это как раз таки неверно. А когда вы защищаете свою семью, когда вы говорите, что нет, я не хочу так делать, нет, мне неудобно, нет, это мне вредит. Вот когда вы так делаете, это нормально. Ну и, собственно, из этого вытекает следующее основное мысль. А чем продиктован такой перекос вины с вашей семьей на другого человека? Чем продиктован такой перекос? Может быть вы, ну, чего-то боитесь, может быть, вы опасаетесь, что, например, я не знаю, я не знаю, может быть, вы опасаетесь, что... может быть вам внушались, что нужно помогать людям, родители, или вы сами считаете, что нужно помогать людям и так далее. То есть у вас есть какие-то установки, которые провоцируют вот это вот чувство вины, понимаете? И мне бы хотелось вам однозначно сказать, что эти установки являются в целом-то верными, ну, они, знаете как, установки являются в целом верными, не следует слишком гиперболизировать. Установки, являясь верными, не следует слишком сильно приносить на свою жизнь, иначе вы будете вредить себе. Чем обусловлено ваше чувство вины? Сказать сложно. Всегда ли оно было? Всегда ли вы действовали? Всегда ли вы действовали в ущерб себе, для других людей, или только это связано с подробностью? Нужно этот момент разбирать. Потому что чувство вины возникло уже не сегодня. Оно возникло и не вчера даже. Оно было. Оно было и раньше у вас, видимо. Ну, как я думал, оно было у вас и раньше. И это значит, что с ним нужно работать. Как именно работать, в какое направление двигаться, я надеюсь, будет понятно после того, как с вами поработаем, если вы захотите, конечно, поработать. Но, так или иначе, правда, заключается в том, что если вам все, что я сказал, не поможет, то нужна персональная консультация. Нужна персональная работа с вами, чтобы понять, откуда это чувство вины появилось. Так или иначе, это чувство вины, оно призвано, ну, как-то вот на этом удовлетворить какие-то ваши потребности, какие-то ваши желания. То есть, вы считаете, что вы должны помочь подруге, а когда вы не помогли, вы испытываете чувство вины. То есть, вы виноваты, вам это чувство вины неприятно. Вы чего-то себя лишили, вы вступили в какой-то конфликт. Ага, здесь конфликт может быть только на самом деле один. Чтобы не получили чего-то, что могли бы получить, если бы оказали помощь подруге. Вот, и вот нужно понять, что если ваше желание, оно является нормальным и естественным, то вот способ удовлетворения вашего желания сразу-таки оставляет желать лучшего, и его нужно менять. Менять, чтобы никому не было плохо от того, что вы делаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!